Каждая сумма у нас, она чем-то регламентирована. Вольности нет, к сожалению. Важный документ, важный процесс. Первое чтение бюджета, это в основном доходная часть бюджета рассматривается. А уже, как говорят, самое интересное, вторая. Расходная, куда будет тратиться? Ну, он точно будет идти по висходящей. Понятие бюджет — это наш кошелек. А вот как мы пополняем кошелек и как мы бережно с ним относимся, это, конечно, большая, кропотливая работа целой команды людей. 25 октября губернатор внес законодательное собрание проекта бюджета на ближайшие три года. Вчера же я отписал его в профильный комитет, комитет по бюджету. Сейчас задача комитета по бюджету — оценить внесенный проект бюджета на полноту тех сведений, которые необходимы в рамках закона о бюджете. После этого передается проект бюджета в непрофильные комитеты. Соответственно, с учетом всех дат, которые необходимы для проведения процедуры, нулевых чтений, которые пройдут также в комитетах, и предложения от непрофильных комитетов, они должны закончиться до 13 ноября. Я когда до работы во власти был руководителем городообразующего предприятия, у нас всегда говорили так, план — это 50% успеха, остальные 50% — это выполнение этого плана. Бюджет — это план и в том числе причина последующих проблем, которыми мы работаем в течение календарного года. Как правильно сформируем план, приоритетные задачи определим в плане финансов, соответственно, так и будет жить целый год регион с людьми, которые в нем проживают, с проблемами, которыми они сталкиваются. Почему? Потому что, к сожалению, не все вопросы у нас решаются без денег. И вот как раз это грамотное планирование — это залог большого успеха. Планомерная ежедневная работа целого коллектива работы Министерства финансов, налоговой инспекции, служб, которые являются, скажем так, источниками пополнения этого бюджета. Это работа предприятий, от которых мы получаем доходы в бюджет. Это работа муниципальных образований, которые тоже многое делают для того, чтобы этот бюджет пополнялся. В бюджет области зачисляется очень большое количество налогов. Это и федеральные налоги, и региональные налоги, те, которые предусмотрены как федеральным областным законодательством. Это, в первую очередь, налог на доходы физических лиц. Каждый, кто работает в сфере экономик, бюджетной сферы, платит налог на доходы физических лиц, и отчисления поступают именно все, есть объем именно в бюджет региона. Поэтому это основной налог. Налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество организации. Это вот те основные налоги, из которых формируется именно бюджет областной. Почти все территории Амурской области, они имеют дотационную направленность. Не потому, что они нищие, а потому, что так выстроена система налогообложения, что очень много налогов, оно уходит на другие уровни. И остальное то, что остается только, остается на местах. Хотя на местах тоже очень много еще работы в плане оптимизации бюджета. Чтобы деньги не просто тратились на... А они должны, деньги должны давать результат. Весь бюджет района 361 миллион. Мы собираем собственные средства, собственные доходы. Это от налога на доходы от НДФЛ, налог на землю, на имущество, от сдачи в аренду имущества муниципального. И вот всего этого набирается, ну, где-то 20% всего бюджета. Это 71 миллион. А все остальное, 80%, это безвозмездное поступление из бюджета Амурской области. Мы, конечно, прежде всего надеемся на то, что областной бюджет учтет все чаяния и пожелания районов, городов, поселений. Но, к сожалению, это сделать невозможно. Бюджет, он один. Он слагается из поступивших доходов, дотаций, субвенций. И надо это четко понимать, и надо жить в этих рамках. Но бюджет формируется не просто так, что захотелось губернатору, он взял и поставил какую-то цифру. Это кропотливая работа, ЗАГС собрания, комитетов, глав, депутатского корпуса, когда собираются все показатели, собираются все, скажем так, пожелания и проблемы, которые надо решить. На протяжении уже нескольких лет работаю на каждом комитете с депутатами нашими законодательного собрания. Почему? Все видят цифру, больше 30 миллиардов рублей, большие деньги, много что можно сделать, нужно много чего сделать. Но когда начинаешь, как говорили у нас на предприятии, защищенные позиции, раскладываешь и говоришь, мы сегодня региональный бюджет, даем денежные средства муниципальным образованием, садики, школы, больницы и так далее, 19 миллиардов рублей. Давайте отнимем 30 миллиардов 19. Уже какая-то, дорожный фонд, это деньги окрашенные, которые только на дороге. Вот еще минус 3. Софинансирование программы медицинского страхования. 5 миллиардов мы, 5 миллиардов федерации. А там софинансирование программ, погашение кредитов. И остается это делить немножко. Денег всегда не хватает. Но мы должны четко расставить те приоритеты, которые нам нужны. Каждый бюджет ограничен доходными источниками, но потребность всегда у каждого и человека, и у государства, наверное, достаточно большая. Поэтому, строя бюджет или формируя бюджет, мы исходим из тех доходных возможностей и определяем приоритеты в расходах. В первую очередь, это жизнеобеспечение граждан, которые проживают на территории Амурской области. Это еще раз говорю. Это в основном части посещения и больниц, школ, детских садов. Это те услуги, которые мы государственно обязаны предоставить каждому гражданину бесплатно. Большая доля из всех тех ассигнований, которые предусматривают по разделу для Министерства соцзащиты, она, конечно, отводится на предоставление мер соцподдержки, социальных выплат, обеспечения каких-то гарантий, которые идут непосредственно людям. У нас вообще на учете в органах соцзащиты состоит 291 тысяча человек. Это получатели мер соцподдержки, социальных выплат, пособий. Более 900 ребят, которые оставились без попечения родителей, детей, сирот, проживают в детских домах, в социальных приютах. Весь этот объем средств, которые им необходимо будет на обеспечение их содержания, мы посчитали, представили в Министерство финансов и будем отстаивать те объемы, которые необходимы, чтобы качество их жизни было также на достойном уровне. Конечно же, у нас большая разветвленная сеть, сети учреждений, в которых на постоянной основе проживают инвалиды, пенсионеры. Наша главная задача при формировании бюджета – предусмотреть, чтобы проживание в этих учреждениях было безопасно, комфортно. Мы закладываем деньги и будем доказывать депутатам о том, что нам необходимы деньги на пожарную безопасность, на ремонтные работы, которые жизненно важны и необходимы для того, чтобы создать комфорт нашим пенсионерам. Амурское образование сегодня – это внушительная цифра. У нас более 180 тысяч детей и молодежи, которые обучаются почти в 500 образовательных организациях. Это более 25 тысяч рабочих мест и почти 20% в структуре расходов областного бюджета. При финансовом планировании на 2018 год наши усилия были направлены на решение не только задач текущего характера, но и перспектив. Пристройка на 528 мест в 2018 году для перевода обучающихся 22-й школы города Благовещенска в односменный режим работы. На 2019-2020 год такие же заявки нами были поданы для строительства школ в поселке Якимчан и в городе Свободное. Все, что касается модернизации, всего остального, всех этих списков мы-то отрабатываем с муниципальными образованиями. Да, мы отрабатываем с муниципальными образованиями, обсуждаем. Они защищают ту потребность, тот рейтинг, который у них есть, те первоочередные мероприятия, на что должны быть направлены деньги. Затем нами формируется общая потребность по области, и мы передаем ее в Министерство финансов. Бюджет уже который год, он именно программный бюджет, и мы исполняем 7 программ. Это образование, это поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства, это покупка жилья для детей-сирот, это дороги, которые находятся в собственности муниципалитетов. Конечно же, без помощи области нам эти полномочия не решить, не выполнить. Разные направленности, конечно. И прежде всего жду это ремонт несколько школ у нас там получается, Белояровская школа, часть там Краснояровской школы, ремонт дорог, поддержка среднего и малого предпринимательства. Суммы небольшие, но это очень важно. Это очень важно для социальной направленности в селе. Допустим, парикмахеров, допустим, шиномонтаж. Казалось бы, да что там, а это востребованные, нужные людям услуги. И прическа, и машину отремонтировать. Даже вот у нас при помощи этих средств открылся кабинет солярий. Казалось бы, ну что там, женщины хотят выглядеть загорелыми. У нас есть такие направления, которые, ну, обязательно должны быть закрыты, выполнены, потому что обещало правительство, потому что рассматривали. Это, допустим, ипотека, да. У нас 2018 год должен быть завершающим годом, когда мы рассчитаемся со всеми гражданами, которые в 2009 году вступили в эту программу, взяли ипотечный кредит и рассчитывали на поддержку государства. Идет активная работа с обманутыми дольщиками. То есть это направление также было учтено для того, чтобы продолжить работу, которая будет начата сейчас в 2017 году и в 2018 году, необходимо будет продолжить. Приоритет – это то, без чего нельзя обойтись. Ни в коем случае. И когда мы сегодня говорим о дольщиках, мы не говорим о всех дольщиках Амурской области. Потому что мы видели людей, которых по 48 квартир, по 3 квартиры. Мы говорим о тех людях, которые стали дольщиками по причине нарушения законодательства другими. Это когда молодая семья берет кредит, теряет деньги, снимает квартиру и параллельно гостиками при этом не приедет ничего. У них на руках дети, они остались без ничего, но при этом они всем должны. Но это другая ситуация, другой дольщик. Или это ветеран войны, который получил выплату и вместе со своими внуками распорядился, и не получил, чек кровь проливал. Это люди-инвалиды, которые, к сожалению, имели право один раз в жизни, так получается, взять кредиты, и они его потеряли. Мы должны еще немножко помочь им встать на ноги, ноль вернуться. Почему? Потому что они остались в обязательствах, но при этом ничего не получили. Если бы они хотя бы что-то получили, они бы вернули эти, продали бы квартиру и деньги, и не нужны ничего-то банкам. То есть мы спасаем людей. Давайте объективно. Мы спасаем. Мы сейчас бюджет принимаем на 3 года. Поэтому непосредственно на 3 года у нас бюджет уже будет принят. И в последующем мы уже корректируем на те плановые периоды, которые у нас предстоят. Вот сейчас мы бюджет сформируем в 18-20-е годы, при этом плановые периоды в 19-20-е годы. На следующий год, когда мы будем уносить, мы продляем себе период планирования. И корректируем уже этот период, исходя из факта. Потому что сфера экономики, она подразумевает или взлет, или падение. Мы надеемся, что у нас все-таки идет сейчас крупный инвестпроект, и от этого мы имеем достаточно хорошую налоговую отдачу. Поэтому у нас доходы в последующие периоды с неплохой динамикой будут спонированы. Поскольку экономика Амурской области находится сейчас на подъеме, мы, как экономисты, прогнозируем дополнительные налоговые поступления от реализации крупных инвестиционных проектов. Пока инвестиционные проекты находятся в стадии своей реализации, так сказать, в стадии строительства. Мы, как Министерство экономического развития, ведем мониторинг всех подрядных и субподрядных организаций, которые осуществляют это строительство. И хочу отметить, что в текущем году, за 9 месяцев 2017 года, от этих компаний поступило уже порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. И это, имейте в виду, что еще не введенные проекты. Это мы получаем доходы от строителей. Основную долю этих поступлений на сегодня составляют, конечно, два газовых проекта. Это «Сила Сибири», магистральный газопровод. Порядка 60% всех налоговых доходов на сегодня поступает от подрядчиков этого проекта. Газоперерабатывающий завод. Более 80 организаций, которые осуществляют строительство, практически все, которые должны стоять на учете, они стоят на налоговом учете на сегодня. Не менее важный вопрос – это работа с федеральным центром получения субвенций, дотаций на сбалансированность бюджета. Я вам скажу следующее, что в прошлом году мы получили дотации на 3 миллиарда 630 миллионов рублей. Это больше, чем в предыдущем году, почти на миллиард четыреста. Мужская область у нас относилась к территории одной сейчас с высоким уровнем государственного долга. Но за вот период, три года, мы достаточно провели такую совместно с губернатором большую работу по снижению именно зависимости от того уровня государственного долга, который мы имели. Но если у нас госдолг будет 98% в 2015 году, то сейчас, на конец года, он должен быть 76%. Мы обсуждали с Владимиром Владимировичем 3 августа о том, что реструктуризация нашего госдолга – это очень важно для нас. Были приняты решения реструктуризировать наш государственный долг, не отдавать его единовременно, бюджетный кредит, а отдавать по 5% от долга. Мы на следующий год должны были вернуть 6 миллиардов 900. Исходя из инструктуризации, мы будем возвращать только 700 миллионов. Ну, это порядок цифр достаточно, сам за себя говорит. Идеальный бюджет – это когда ты имеешь маневр, возможности маневр. Любой руководитель, любой человек, он всегда хотел бы в жизни иметь маневр при принятии решений. К сожалению, когда ты в рамках открытого правительства приезжаешь в районы, встречаешься с главами, с людьми определенными, и тебе стоят вопросы, и они разные. И вот как раз вот эта закредитованность, вот эта сжатость в финансировании, она лишает руководителя маневров. Когда ты понимаешь, что ты хочешь, не столько в Инстаграм обращений, и хочется сделать, и нужно делать, никто с этим не спорит. Но у тебя, как у руководителя, нет маневров, к сожалению, для принятия всех этих решений до конца. Сегодня новая форма работы – это открытый бюджет, открытое планирование, и мы неоднократно обращаемся к жителям Амурской области, к жителям муниципалитетов, в которых также принимаются бюджеты, о том, что приходите, товарищи, участвуйте, предлагайте. Обсуждение проекта бюджета в сети интернет, несколько лет мы уже ее практикуем, она себя очень хорошо зарекомендовала, потому что практически каждый житель Амурской области имеет право, пользуясь интернетом, зайти, задать свои вопросы и высказать свои пожелания. Предлагает свое видение формирования, то есть если, допустим, какие-то по отраслям выходят, лоббируют интересы своей отрасли, там условно, одной, другой или третьей отрасли увеличить сигнование бюджетное на год. Либо если территории какие-то выходят, конечно, видно, что жители этих территорий говорят, у нас там нету того, нету того, нет там школ, детских садов, каким себе спортивный центр, еще что-то такое. То есть, в принципе, все это, все заявки мы принимаем, все обрабатывается, обсуждается с профилями и министерствами. Ну, конечно, заявок, сразу скажу, и пожеланий жителей Амурской области, но их, не знаю, в десятки, в сотни раз больше, чем тот бюджет, который мы можем себе позволить. Мы очень надеемся, что совместными усилиями бюджет на 2018 год будет сформирован оптимально, и все участники образовательных отношений, и педагогические работники, и работники системы образования, и дети, и родители увидят в этом бюджете решение своих проблем, ну, конечно, в тех социально-экономических условиях, в которых находится сейчас наша область. С доходами растут и расходы, растут и расходные обязательства, поэтому, конечно, все должно быть спалансировано. Но мы, как жители Амурской области, должны точно понимать, что нам очень повезло с приходом таких крупных строев, как Космодром Восточный, как газовые проекты. Это однозначно дополнительные рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. И люди должны понимать, что, допустим, вот в этом году будет сделано столько-то километров, в следующем столько-то. То есть бюджет должен быть открыт, он должен быть понятен каждому. И надо людям говорить честно, что вот эту проблему мы решим в 2019 году, эту в 2020 будем решать, чтобы люди понимали, что вот это будет решено сейчас, а не так, что вот бюджет будет 2018 года там. Ну, что там надо работать со всеми институтами, иначе смысл какой. У нас зачастую в чем есть проблема? Мы же многие вопросы снимаем, решаем их деньгами, ресурсом где-то, элементарным контролем. Но те люди, которых это коснулось, в хорошем смысле слова, их вопросы решены, они зачастую уходят в сторону, и мы остаемся с теми людьми, чьи вопросы еще не решились. И складывается такое впечатление, что все вопросы не решаются, но так не бывает. Просто те люди, чьи вопросы решены, они просто не считают важным, следсообразным участвовать в проблеме других вопросов. И в этом тоже есть некая безучастность. Ноябрьская сессия у нас состоится 21 ноября, на которой мы рассмотрим первое чтение бюджета. После этого перейдем к рассмотрению вопросов второго чтения. Также они будут обсуждены на комитетах. И с учетом тех пожеланий, которые пришли от жителей Амурской области, тоже, собственно, будет расходная часть, проведем до 11 декабря. Пройдет сессия, законодательное собрание, на которой, надеюсь, думаю, будет принят бюджет. Идеальный бюджет – это профицитный бюджет. Но профицитный бюджет в связи с тем, что не возвращать долги, которые ты ранее имел, а то, что у тебя, когда ты все позволил себе расходы, и у тебя оставались, наконец, годы остатки. И это была, наверное, идеальная картина. А Мурской область придет когда-нибудь? Ну, я так думаю, что придет. Мы перспективы для себя считаем.